Так, ну все, поехали. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад вас приветствовать на нашем первом в истории онлайн-мероприятии MarketBit Online. MarketBit не вебинар. Насколько, если сейчас насмотрят те, кто обычно как бы ходил на наши или не ходил на наши мероприятия оффлайновые, напомню, что MarketBit это ежеквартальное событие, которое привязано к выпуску отчета MarketBit, ежеквартального отчета. В связи с пандемией мы пропустили отчет за первый квартал, мы выпускали вместо него ежемесячно или даже раз в две недели TrendsRadar. И вот сейчас мы подготовили MarketBit, который увидел свет сегодня. И, соответственно, в этом отчете MarketBit самое главное это то, что мы возвращаемся к нормальной жизни. Мы снова, да, мы снова теперь уже понимаем, что нас ждет впереди и понимаем, куда мы будем двигаться. Итак, сегодня мы поговорим об основных тенденциях, о глобальных тенденциях. Мы сегодня поговорим о макроэкономике российской и мы поговорим о сегментах. И сегодня со мной будет Татьяна Дивина, заместитель руководителя отдела исследований. Татьяна, здравствуй. Добрый день, коллеги. Привет, Денис. И также к нам будут подключаться наши уважаемые коллеги и партнеры из других отделов. Итак, приступим к презентации. Давайте мы сейчас переключим ее. Итак, что у нас самое главное? Самое главное, что мы, по сути дела, прошли через весь локдаун, но ковид и пандемия привели к очень интересному выводу. Привели к тому, что мы в первый раз за многие годы в России стали частью глобального мира. Мы стали испытывать те же самые вызовы, сталкиваться с теми же самыми вызовами, с теми же самыми событиями, что и другие страны. И, наверное, после 2015 года Россия чувствовала себя достаточно изолирована от остального мира. Мы все время говорили о том, что у нас санкции, у нас мы сталкиваемся с другими проблемами. То вот сейчас, как ни странно, именно в ходе пандемии, когда границы закрыты, мы стали гораздо больше, более близки к глобальному, глобальной экономике и глобальному миру. Итак, давайте посмотрим, что же у нас происходит в глобальном контексте. В глобальном контексте у нас происходит следующее. Напомню, что задача была поставлена в свое время Владимиром Владимировичем Путиным обеспечить экономический рост выше уровня среднемирового. Пока это не удается, то есть средний рост ВВП у нас крайне низкий. Но сейчас, поскольку вся мировая экономика падает, вся мировая экономика снижается, очень интересно посмотреть, где находится Россия. Итак, сейчас на сегодняшний день существует три стратегии, не три стратегии, а три сценария развития мировой экономики. Первый сценарий – это так называемый V-Shape, это возврат где-нибудь в первом квартале 2021 года. Вот здесь вот, да, это когда мировая экономика вернется на уровень допандемический. Потом в короткий U-Shape – это 2021 год, третий квартал, то есть когда мы все вернемся, весь мир вернется, опять же, на пандемический уровень. И длинный U-Shape – это первый квартал 2022 года. Также многие экономисты говорят, что у нас ждет еще более затяжная рецессия, и возвращение будет в 2022 году только в четвертом квартале. Так вот, если мы сейчас посмотрим на прогнозы для России, то для России существует два прогноза. Официальный прогноз, который будет между длинным U-Shape и V-Shape, то есть где-то в конце 2022 года. И есть прогноз Oxford Economics, который говорит о том, что восстановление затянется до 2023 года, до начала 2023 года. Вот, что это означает для нас? Для нас это означает, в общем-то, достаточно предсказуемую ситуацию. Здесь надо понимать, что когда многие экономисты утверждают, что это самая тяжелая рецессия со времен, там, какого-то, я не знаю, со времен Второй мировой войны, они не учитывают того, что, в принципе, вот эта сегодняшняя рецессия, она, скорее, связана с самоограничениями. Здесь нет никакого разрушения инфраструктуры, да, все, как бы, все заводы, все фабрики, все остается на месте. Просто взята небольшая, там, компании, бизнес, страны взяли небольшую паузу. То есть поэтому не потребуется восстановление инфраструктуры, не потребуется, там, исправление каких-то проблем. Потому что прошлые кризисы, вот вы обратите внимание, прошлые кризисы, опять же, были связаны с разрушением банковской, финансовой системы, с ростом диспропорций, да, поэтому нужно было очень много сил на то, чтобы вот это все выправить и изменить, когда, как снежный ком, лавина начинает падать вниз. Сейчас нету этого снежного кома. Сейчас поэтому, на самом деле, в большинстве западноевропейских стран люди настроены достаточно оптимистично, по той простой причине, что есть достаточно серьезная и сильная воля к победе, сильная воля к восстановлению экономики и развитию стран. Так, теперь мы, в свою очередь, мы проводили в этом году бизнес-барометр. Бизнес-барометр, мы проводили опрос наших респондентов. И, в частности, мы задавали вопрос о том, 30%, кто готов вернуться в офис, да, кто готов вернуться в офис, как вообще, как будет потом устроена удаленная работа. И, в принципе, у нас 30%, только 30% считает, что все сотрудники вернутся в офис после снятия ограничений. Интересно другое. Вот здесь нету там данных по России, но, по нашим ощущениям, до 2019 года в России работали удаленно менее 1% сотрудников. В то время как, допустим, в странах, там, в Бельгии, например, 8% работало, в Швеции тоже 8%. То есть удаленная работа достаточно, да, достаточно сложно, достаточно сложно шла у нас в России. И сейчас мы фактически вынуждены с этим столкнулись, но мы набрали достаточно серьезный такой вес, достаточно мощный задел. Об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Теперь, что касается инвестиций. С инвестициями интересно, да, потому что вот если мы сейчас будем сравнивать за первое полугодие объем инвестиций в Восточной Европе, то всего лишь, несмотря на пандемию, объем инвестиций в этом году на 7% ниже аналогичного периода прошлого года. Польша, да, за первое полугодие то сделала 2,5 миллиарда евро. Это очень хороший показатель. В России ситуация тоже неплоха. Кстати, опять же, как ни странно, несмотря на пандемию, мы видим объем инвестиций плюс 20% к первому полугодию прошлого года. Но здесь скрыта такая история, да, такая интересная история, что в прошлом году первое полугодие было и на арендном рынке достаточно тяжелым, и, соответственно, на инвестиционном рынке тоже было достаточно сложным и достаточно тяжелым. Поэтому мы сейчас, несмотря даже на пандемию, цифры первого полугодия становятся, и вы увидите чуть-чуть позже в офисах, они гораздо лучше, чем в прошлом году. Индикаторы все еще в зеленой зоне. В этом году мы ожидаем общий объем инвестиций на уровне 3 миллиарда евро. Это ниже, чем в прошлом году. Ну и, соответственно, мы ожидаем небольшой рост в 2021 году. То есть где-то вот на уровне, наверное, 3-4 миллиардов евро в ближайшие годы инвестиции будут держаться. И я хотел бы сейчас на помощь себе призвать Алана Балоева, партнера нашей компании и человека, который возглавляет отдел инвестиций. Алан у нас в записи, я сейчас в прямом эфире, но Алан согласился любезно записать свое видеообращение. Всем привет. Прошедшие 4 месяца оказались крайне непростыми для рынка инвестиций в коммерческую недвижимость. Мы не увидели практически ни одной крупной сделки, которая бы состоялась в этот период. Напротив, большинство сделок, которые находились под переговорами, они либо ставились сторонами на холд, либо стороны садились передоговариваться о коммерческих условиях с учетом кризиса, либо же выходили из переговоров, если не удавалось найти компромиссы. Объясняется это тем, что собственники на текущем этапе не готовы рассматривать снижение своих ожиданий по стоимости активов, полагая, что в среднесрочной перспективе капитализация их активов, безусловно, восстановится. Усиливает их мнение тренд на снижение ключевой ставки и стоимости заемного финансирования, тем самым снижается их долговая нагрузка. А инвесторы, напротив, ожидают появления дистрессовых активов в любой кризис. И разумно полагать, что до конца года мы увидим такие дистрессовые активы, их навряд ли будет много, но несколько активов могут появиться на рынке, в первую очередь в сегменте торговой недвижимости. Кроме того, на рынке могут появиться так называемые трофейные знаковые активы, распродажа которых ранее категорически не рассматривалась с собственниками, и которые всегда вызывают существенный интерес и спрос со стороны не только системных игроков, но и инвесторов из других отраслей, для которых это хорошая возможность диверсифицироваться, а для рынка новый капитал позволит быстрее восстановиться. На этом, пожалуй, все. Всем удачи. Поблагодарим Алана Балоева, а сами перейдем к дальнейшим трендам, которые сейчас наблюдаются в мире. И вот мы постарались посмотреть на те тренды, о которых говорят ведущие эксперты международные, и посмотреть, приблизить, приземлить их к нашим российским реалиям. Я сейчас пройдусь только по нескольким из этих трендов. Подробно вы увидите в отчете Marketbit Lite, который опубликован у нас сегодня на нашем сайте. Вы все просмотрите, прочитаете. Но что здесь важно? Значит, все ожидают, конечно, смерть слабого бизнеса. То есть банкротство, достаточно большие, серьезные банкротства, достаточно сложные процессы, с которыми сталкиваются сейчас компании. Но в России на самом деле это будет еще более усугубляться по той простой причине, что у нас именно крупные системообразующие компании могут рассчитывать на господдержку, получают господдержку. Вот. Далее интересная история с оживлением городской периферии. Очень многие сейчас переехали, да, начинают думать, давайте мы переедем на окраины, давайте мы будем жить там где-нибудь в этом самом, в субурбии, работать из дома и так далее. Но у нас проблема в том, что в России городская политика 10 лет ориентировалась на развитие именно центра, а не субурбии. У нас субурбия слишком недоразвита, слишком малоразвита, поэтому действительно нам необходимо будет инвестировать очень много денег в субурбию, в развитие городской периферии для того, чтобы это все работало эффективно, для того, чтобы в субурбии была комфортная жизнь. Импортозамещение только сейчас, на самом деле, перенос производств домой в Европе и в Америке стало актуальной темой, потому что, да, потому что из-за разрыва, допустим, товарных цепочек, из-за разрыва цепочек поставок, например, сейчас многие компании ищут альтернативные поставки, альтернативные цепочки для того, чтобы Китай, допустим, заменить или дополнить источники, там, допустим, комплектующих запчастей из Китая. То есть вот такой происходит решоринг, да. А у нас, на самом деле, импортозамещение идет уже 5 лет, и поэтому мы как раз в России в этом смысле оказываемся в благоприятной среде. Ну, естественно, о чем нельзя сказать, это бум ЦОДа в центрах обработки данных. Опять же, во всем мире наблюдается большой бум этих центров обработки данных, но у нас это особенно еще усугубляется, ну или не усугубляется, а подкрепляется законом Яровой, да, вот этими онлайн-кассами. То есть у нас большой очень запрос со стороны государства, государственных органов, государственных проектов на центры обработки данных, потому что, так или иначе, нас ожидает с вами достаточно серьезная цифровизация нашей жизни. Теперь я хотел бы поговорить о следующей части. Это как мы прошли локдаун, как мы его прошли, что мы для себя вынесли и в какой состоянии мы сейчас находимся. Итак, вот здесь очень важно, что в процессе локдауна компании, многие, они вынуждены были переоценить, пересмотреть вообще свою политику. Как я уже говорил, мы проводили бизнес-барометр, и этот бизнес-барометр, опять же, упубликован на нашем сайте, там много всяких интересных деталей, но я вот хотел несколько вещей, на несколько вещей обратить ваше внимание. Это первое, мы рассчитываем индекс ковид-пессимизма, да, индекс ковид-пессимизма, это, грубо говоря, по десятибальной шкале, как вы оцениваете угрозу вот этой пандемии для своего конкретно бизнеса. 10% это, 10 баллов это катастрофа, 0 баллов это мы даже не заметили. И вот обратите внимание, что четко шло снижение, да, то есть самая большая депрессия была в марте. То есть в марте индекс ковид-пессимизма был максимальный, потом он снижался каждый, каждый, каждый месяц. И вот в июне было самое большое снижение. То есть это означает, что это означает, что компании, они очень правильно изначально планировали, потому что когда у тебя повышается оптимизм, когда ситуация оказывается лучше, чем ты предполагал. Вот это самое, наверное, здесь важное. Вот, также удаленная работа. Удаленная работа и вообще экосистема офисная, это будет своего рода фетиш, наверное, следующих нескольких лет. Потому что есть свои плюсы в удаленной работе, есть свои минусы. И на самом деле, если вначале все предполагали, что мы вернемся, ну как бы все, что их компании вернутся в офис целиком, то все больше и больше, вот к концу в июне уже практически половина понимала, что вернется, ну, может быть, 50% сотрудников в офис, а 50% останется работать из дома. Да, вот я, честно говоря, не уверен, что так же будет продолжаться по мере работы из дома, потому что все-таки здесь очень важно. Здесь очень важно, когда ты работаешь из дома, ты вынужден, и все остальные находятся в этой же ситуации, а совершенно другая ситуация, когда ты работаешь из дома, например, а твой, ну, условно говоря, конкурент на работе, да, работает из офиса, имеет возможность видеться там с начальником каждый день, проводить там переговоры, встречи, ходить на семинары и так далее. Вот это, мне кажется, да, это, мне кажется, поменяет отношения. Но, тем не менее, сейчас это очень-очень-очень актуально. И очень важно вот здесь вот проводить эту трансформацию всего вот этого нашего процесса, да, рабочего процесса проводить ее как можно раньше для того, чтобы опередить других. То есть, когда другие только осознают проблему, допустим, да, вот мы как бы у нас в компании, мы стараемся уже эту проблему решить к тому времени, когда другие только будут его осознавать. Естественно, с трансформацией нельзя не сказать о поколениях. И вот здесь я хотел бы передать слово Татьяне Дивиной. Татьяна, наш главный специалист по теории поколений. И вот мы с Татьяной, обсуждая всю эту тему, выдвинули гипотезу о появлении некоего такого поколения ковид. Татьяна. Да, интересная история состоит в том, что поколение формируется, вот поколенческие взгляды именно формируются не в раннем возрасте, а скорее ближе к подростковому, да, то есть после 10, там, с 10 до 15 лет. И в этом смысле последнее поколение хомлендер или зуммеры еще их называют, они как раз там, большая их часть находится именно в этом возрасте. И поэтому у нас родилась такая концепция, идея, что на это поколение как раз вся история с ковидом окажет наибольшее влияние, и именно на влияние их, такое, формирование мировоззренческих взглядов. Поэтому у нас, вот Денис предложил такую концепцию как ковид-поколение. Ну, мы как бы об этом узнаем и увидим это, наверное, со временем, но вот эта концепция кажется нам очень интересной. Да, здесь важно то, что это будет понятно, это будет очевидно только через некоторое время, да, потому что оценивать там, допустим, то, что получают другие поколения, можно только по прошествии какого-то времени, посмотрев, да, посмотрев на итоги, на итоги жизни. Вот сейчас, например, совершенно очевидно, что проиграли, например, те, ну, вот пишут об этом, например, западные источники, те, кто сейчас взял большие кредиты на образование, например, в Америке, и они сейчас поступили в ведущие университеты, они платят за образование, но вместо этого получают, по сути дела, курсеру, онлайн-занятия, да, а онлайн-занятия с точки зрения образования, они неплохи, но у них не складываются социальные связи. Вот в чем, собственно, основная проблема этого заключается. То есть они платили за социальные связи, а вместо этого они получают только онлайн-образование. И это, на самом деле, большая проблема в связи, там, допустим, если будет продолжаться переход к онлайн-образованию. Так, что еще мы хотели сказать? Да, вот большой вопрос для России – это деурбанизация плюс субурбанизация, или, наоборот, будет возвращаться роль центра города. Вот здесь очень важно поговорить о том, что, несмотря на то, что многие наши специалисты говорят, о, ковид, да, теперь все, никто не хочет жить в плотных городах, всем хочется жить, например, в своем собственном доме, в большом доме, в деревне, малоэтажной застройке и так далее. Вот я недавно участвовал в семинаре Urban Land Institute, да, секции по городской регенерации. И фактически там говорилось о том, что нету вообще никакой корреляции между плотностью застройки и заболеваемостью ковидом. Есть корреляция другая, есть четкая совершенно корреляция между доходами и заболеваемостью. То есть более высокая заболеваемость в районах с низкими доходами. А плотность застройки здесь не играет абсолютно никакой роли, потому что, да, потому что есть близкие контакты, есть дальние контакты. Если мы помним, например, самая тяжелая ситуация была в Ломбардии, в Италии, да, в которой никакой нету плотности, в общем-то, застройки. Были очень тяжелые пандемии именно в деревнях, именно в маленьких городах, в малых поселках с низкой, очень с низкой плотностью, но с привычками, да, с привычками к постоянному плотному общению. И поэтому сейчас возникает вопрос, да, что будет происходить? Потому что, естественно, у человека в голове, у обычного, не члена Urban Land Institute в голове, конечно, так, что если я буду жить в своем доме, соответственно, да, то я менее вероятно, что я смогу там, что я заражусь. Вот, но с другой стороны, мы же как специалисты, мы должны направлять, в том числе и наших коллег и клиентов, в правильное направление. Сейчас может оказаться действительно, что центр города, центральные части города потеряют свою привлекательность. Временно, да, люди попытаются переехать в субурбию, но субурбия, особенно в России субурбия, жизнь субурбии связана с колоссальным количеством проблем. С колоссальным количеством проблем и инфраструктурных, и с доступом к каким-то благам цивилизации, там, начиная от театров и заканчивая поликлиниками и так далее. Поэтому здесь вот, мне кажется, нужно людям очень осознанно, очень внимательно подходить к выбору. Вот недавно я проводил на моем канале, вы можете найти диалог, дискуссию с архитектором Александром Антоновым, да, как раз мы обсуждали вопросы вот этой вот жизни в субурбии. Что можно, нужно ли что-то делать и можно ли что-то сделать, чтобы субурбия была, чтобы субурбия была более привлекательна для жизни. Привлекательна не в том смысле, не в маркетинговом, как сейчас она привлекательна, а именно в долгосрочном, да, чтобы там можно было формировать человеческий капитал. И здесь важно понимать, что когда вот все компании сейчас выстраиваются, как бы думают о постковидной стратегии, и постковидная стратегия, это не план, который написан где-то, там четкий жесткий план, а это набор умений и навыков, которые компании в себе развили. Это вот те трансформации, инновации, возможности, да, которые компании сейчас для себя видят на будущее, и умение этими возможностями воспользоваться. Как говорят английские наши партнеры, it's not a plan, it's a muscle, strategies, it's a muscle. То есть действительно сейчас те самые передовые компании, которые эти мышцы сейчас в себе развили, они получат, я думаю, что хороший и большой импульс для своего развития. И здесь на помощь ко мне я хотел бы привлечь нашего партнера Константина Лебедева, который возглавляет нашу оценочную практику. И Константин, он всегда человек такой, который мыслит очень-очень стратегически, поэтому, собственно, он вот предлагает свой рецепт, наверное, жизни, выживания в текущей ситуации. Ключевыми словами на рынке недвижимости я считаю сейчас эффективность, экономическая выгода и, наверное, непрофильные активы. То есть это три слова, которые сейчас определяют рынок и которые будут, я думаю, в течение лета самыми актуальными для собственников. Потому что очень многие задумались о том, как эффективно управлять объектами недвижимости. Очень многие собственники задумались о том, что им делать с их непрофильными активами, куда их развивать, как их продавать, как их эксплуатировать. И для нас, как для оценщиков, это будут ключевые вызовы. Мы сейчас уже видим, что стоимость недвижимости меняется. Меняется она значительно. И, к сожалению, этот процесс, он необратим. Но мы всем советуем, своим клиентам, приходить к нам за оценкой и делать ее как можно быстрее. Самыми интересными секторами сейчас, я считаю, гостиницы. И ожидаю, что в течение лета торговля будет... Мы действительно увидим много интересных сделок в этом секторе. Спасибо. Поблагодарим Константина Лебедева, как всегда, за прекрасные совершенно слова и мысли. А теперь мы переходим, как всегда, от каких-то общих вопросов. Мы переходим к секторам. И вот я попрошу Татьяну Дивину помочь мне с комментариями по секторам. Напомню, это отчет MarketBit Lite, который сегодня доступен на рынке, доступен на нашем сайте. Можете скачивать, можете смотреть его, задавать нам вопросы. Татьяна? Офисная недвижимость, да. Да, спасибо, Денис. Я озвучу, перед тем, как начну говорить про рынок, озвучу комментарии. Говорят наши слушатели, что во время видеовставок очень фонит звук. Может быть, ты немножко там отрегулируешь? Угу. Итак, офисная недвижимость. Коротко по цифрам, да. Мы, как аналитики, любим цифры, не можем их опустить и пропустить никак. Итак, новое строительство. 94 тысячи квадратных метров. Это за полугодие. Понятно, что во втором квартале, конечно, у нас был провал по новому строительству. Из этих 94 тысяч, только 5 тысяч было введено во втором квартале. Но мы ожидаем, что во втором полугодии строительная активность восстановится, объекты будут достроены, и еще такой же объем, даже чуть больше, будет во втором полугодии введен. Вакансии всех очень интересует. Да, такой же вытрепещущий вопрос. Выросла по втором квартале, подросла вакансия на 2% пункта относительно конца прошлого года. С одной стороны, действительно рост. С другой стороны, не такой он критичный. Отчасти компании, конечно, как и в любой такой период турбулентности, компания оптимизирует свои пространства. А с другой стороны, есть еще такой фактор, что те площади, которые до карантина были под переговорами, естественно, в карантин какие-то переговоры затормозились, и в некоторых случаях собственники вывели заново эти площади на рынок. Вполне вероятно, что с возвращением к нормальной деловой активности эти площади опять идут под переговоры. То есть мы не ожидаем дальнейшего роста вакансии, и думаем, что по итогам года она останется примерно на том же уровне плюс-минус. Объем сделок арендованных купленных площадей – тоже важный индикатор. Понятно, что во втором квартале, опять же, был спад порядка 50% только от прошлого года, от уровня прошлого года мы увидели во втором квартале. Но в целом по полугодию не такой большой разрыв. Это всего лишь минус 8% к первому полугодию 2019 года, поэтому ситуация не такая критичная. И мы подготовили такой интересный график, на который мы нанесли хронологию всех событий карантина, пандемии, на основные индикаторы рынка офисной недвижимости. Это объем сделок и средняя ставка аренды. Соответственно, вы видите, что начиная с марта, март, апрель, май – это снижение по объему сделок. В июне, конечно, эта тенденция должна была продолжиться, и объем сделок должен быть еще немного ниже, чем в мае. Но в июне у нас произошла одна из крупнейших сделок в истории рынка офисной недвижимости. Банк Тинькофф арендовал 78 тысяч квадратных метров в бизнес-центре класса. С гордостью могу сказать, что в этой сделке участвовала компания Кушн Бэйкфилд, коллеги из офисного департамента. Это еще раз поздравление. И, соответственно, что интересно, эта сделка оказала влияние не только на объем закрытых сделок, но и на вакансию, так как сделка была закрыта… Прошу прощения, на ставку аренды. Так как сделка была закрыта в офисном здании класса А, в премиального качества здания, то такая крупная сделка оказала влияние, конечно же, на среднюю ставку аренды, поэтому вы видите такой рывок вверх. Конечно, во втором полугодии ставка нормализуется, вернется к уровню, скорее всего, начала текущего года, то есть роста, конечно, мы не ожидаем, но и такого какого-то стремительного падения тоже не будет. Спасибо, Татьяна. А теперь мы привлечем нам на помощь Наталью Никитину, партнера нашей компании, руководителя офисной группы. Добрый день. В этот раз MarketBeat происходит в таком моем прекрасном саду. Вы видите прекрасный воздух, солнце, и я расскажу о трендах второго квартала, не о трендах, а как бы итогах второго квартала, и что те тренды в офисной недвижимости, которые нас ждут в будущем. Первый тренд – это сокращение строительства. Мы видели, прогнозировали 320 тысяч квадратных метров нового ввода, его не будет, ввод будет на уровне 190 тысяч, может быть, еще скоррелируется к концу этого года. Стройки какие-то были заморожены, какие-то решили достраиваться не в этом году, а в следующем. Может быть, у некоторых будет задержка еще на год. И таким образом, ну, новых, большого количества новых офисных площадей мы не ожидаем. Спрос коррелируется также на уровне полутора миллионов квадратных метров вместо двух миллионов квадратных метров. Спрос за эти два квартала, в принципе, был такой же, но мы увидели такой же на уровне 790 тысяч квадратных метров, но мы все-таки ожидаем, что будет некая корреляция спроса к концу года. Второй тренд – это офис. Офис как хаб, офис как точка сборки. Вам больше не нужен офис для того, чтобы приходить и просто набирать какой-то текст и смотреть какие-то таблички. Вам нужен офис для коллаборации, для общения с командами. Вам нужен офис для того, чтобы прийти на час, что-то распечатать, и идти дальше навстречу. Нужен офис также для встреч. Поэтому мы предполагаем пересмотр отношения к офисному пространству корпораций, больших компаний. Мы предполагаем, что будет сокращение офисных площадей. Это изменение нашего метода, режима работы. Это изменение наших руководителей отношения к тому, как мы должны работать. Поэтому, как нам отвечает 20-30% респондентов, они оставляют людей, своих сотрудников на удаленной работе. Поэтому сокращение офисных площадей в будущем будет у кого-то, у каких-то компаний значительно, у каких-то незначительно. Но это будет явно тренд конца этого года, начала следующего года. Теперь гибкие рабочие пространства, или, как мы называем, флекс. Флекс будет очень запрашиваемым, потому что компаниям будет сложно получить капекс, и сложно будет подписывать на долгие сроки. Поэтому гибкость флексов в сроках, гибкость флексов в договоре аренды, гибкость того, что можно построить под себя офис, полностью закрыть периметр, и, в принципе, с небольшой премией к ставке аренды уже неважно. Эта гибкость покупается тем, что ставка чуть-чуть увеличена, но, тем не менее, гибкость достаточно значительная для корпораций. Это тоже тренд, который мы уже видим происходит, который будет в следующем году обязательно продолжаться. И последний тренд – это безопасный офис. В любом случае, какой бы офис компании не делали, этот офис будет безопасный. Столы будут стоять, наверное, не очень близко друг к другу, обязательно будут везде средства индивидуальной защиты. Наверное, офисы будут оборудоваться разными приспособлениями для измерения температуры. Вы не сможете зайти в офис, если у вас повышенная температура, скуд будет блокироваться. Поэтому безопасный офис прежде всего и спрос на безопасные офисы будет только расти. Вот основные четыре тренда, которые я хотела бы подчеркнуть. И всем хорошего дня, прекрасной солнечной погоды и прекрасного настроения. Пока, пока, пока. Поблагодарим Наталью Никитину за такой исчерпывающий комментарий. И вот, кстати, характерный пример. Действительно, работать ты можешь откуда угодно, но, к сожалению, ветер все-таки мешает хорошей записи звука. И теперь мы предлагаем перейти к следующему сегменту нашей любимой недвижимости. Самой реально любимой – это торговая недвижимость. И, Татьяна, тебе слово снова. Да, Денис, спасибо. Зачиталась комментариями, пишут про звук все равно во время видео. Просто твое внимание обращаю, если что-то можно подкорректировать. Итак, торговая недвижимость. Опять же по цифрам, коротко, основные цифры. Новое строительство в Москве за первое полугодие 130 тысяч квадратных метров. В основном это два крупных проекта. Это «Остров мечты» и «Квартал Вест». До конца года мы ожидаем, что будет введено еще порядка 100 тысяч квадратных метров. Это в основном небольшие торговые центры, районные торговые центры или в составе ТПУ. Два торговых центра на ТПУ должны у нас в этом году появиться. Конечно, тут важно сказать о том, что мы в целом по России снизили прогноз нового строительства по понятным причинам. Во-первых, это была задержка со строительством во втором квартале. Во-вторых, торговая недвижимость и потребительский рынок – это одни из самых пострадавших сегментов. Понятно, что растет безработица, снижаются доходы реального населения. Поэтому, конечно, сейчас, скорее всего, те девелоперы, которые могут приостановить или перенести вот крупных, особенно, объектов на следующий год, они будут это делать. Тем не менее, порядка 400 тысяч квадратных метров новых площадей мы планируем на конец года по всей России. Ну, соответственно, более половины этого объема будет в Москве – 230 тысяч. И важный тоже такой параметр, как вакансия. Мы прогнозируем, если говорить про Москву, да, мы прогнозируем такой заметный рост вакансий. Понятно, что многие сети будут оптимизировать количество точек, какие-то небольшие компании, возможно, уйдут с рынка. Поэтому рост вакансий – это… То есть, если мы говорили, что в конце прошлого года было порядка 8%, то в конце этого года, скорее всего, будет 13%, возможно, даже 15%. И здесь, конечно, снова встает вопрос о том, как использовать эти площади. Это тренд, о котором мы уже говорим, наверное, несколько лет. Переход к каким-то новым функциям в торговых центрах, расширение функционала, переход к многофункциональности. И эту тему мы решили попросить прокомментировать нашего главного специалиста по многофункциональным центрам в компании. Это Юлия Токрева, руководитель отдела стратегического консалтинга. Добрый день, уважаемые клиенты и коллеги. Я хочу рассказать о проектах девелопмента, проектов долгосрочного развития. Нам задают много вопросов о том, что происходит с катасочными трендами, что будет происходить на рынке офисной, торговой недвижимости, на рынке жилья. Важно помнить, что объекты недвижимости всегда имеют длительный горизонт планирования. На сегодня уже понятно, что трансформация неизбежна. Вопрос, какой она станет. Будем ли мы большую часть времени работать вне офиса? Станут ли торговые центры местом получения впечатлений, а торговля уйдет в онлайн? Будут ли жители крупных мегаполисов переезжать? Безусловно, пандемия создала много сложностей девелоперам, но создала и возможности для оценки готовности бизнеса к трансформации изменяющимся условиям. Сегодня в центре внимания ритейл. Специалисты уже давно обсуждали вопрос расширения функционала торговых центров. Сейчас, в текущей ситуации, с возможным увеличением доли вакансии, этот вопрос стоит особенно остро. Под наибольшим ударом оказываются объекты, которые и до пандемии нуждались в обновлении. Большой вероятностью освободившиеся площади будут заниматься общественными пространствами, объектами спортивной, медицинской направленности, объектами городской логистики. Надолго ли такие изменения? Очевидно, что в текущих условиях это наша новая реальность. Спасибо. Поблагодарим Юлю Токареву. И, Таня, я возвращаю слово тебе. Давай поговорим дальше про торговую недвижимость. Да, пожалуй, второй вопрос, да, если первый вопрос – это судьба торговых центров, и второй, самый актуальный сейчас вопрос и тема, обсуждаемая и в СМИ, и среди специалистов – это такая борьба онлайн и оффлайн. Победит ли онлайн и что будет с оффлайн? Поэтому мы стараемся в своих отчетах, в своих отчетах, эту тему затрагивать, показывать то, что мы видим, нашу позицию. И здесь, конечно, опять же, в очередной раз важно сказать, что пока онлайн-торговля составляет незначительную долю от общего оборота, по итогам прошлого года это было менее 5%, в этом году сегмент получил такой очень стремительный рывок, и когда мы смотрим на новости и комментарии от крупнейших игроков, маркетплейсов, агрегаторов, онлайн-операторов, очень много цифр, да, все говорят, увеличилось, мы растем в 2 раза, в 3 раза, в 5 раз, и кажется, что это прям какой-то такой бум, но при этом очень важно уточнять, про что идет речь, да, потому что, когда мы выясняем, то оказывается, что в 2 раза выросло количество новых пользователей, в несколько раз выросло подключение продавцов к маркетплейсам, но если мы говорим про обороты, непосредственно про обороты, то они, конечно, выросли не в разы, они, понятно, что обороты выросли, но это там двузначные числа, да, проценты там, но не, конечно, не кратные. И благодаря этому, благодаря такому значительному росту в период карантина, онлайн-сегменту удалось пробить показатель даже в 7%, то есть по нашим оценкам в апреле-майе от общего оборота ручной торговли онлайн-торговля составляла более 7%. И тут, конечно, важно заметить, что с возвращением оффлайн-торговли этот показатель будет скорректирован, но, тем не менее, это вот этот период карантина, он, конечно, дал очень большой стимул к развитию, то есть за такие кратчайшие сроки, там за 2 месяца было реализовано, имплементировано очень много таких инновационных решений, каких-то IT-технологий внедрено. И, конечно, это не останется бесследно, и это дает такую материальную базу для дальнейшего роста онлайн-торговли, и если ей удастся закрепить этот показатель и после карантина, после пандемии, то это будет такой новый этап развития. Единственное, конечно, в следующем году, вот тут важно отметить, что второй график с ростом онлайн-торговли в реальном исчислении, это важно, в реальном исчислении, мы ожидаем, что, возможно, в следующем году в реальном исчислении рынок онлайн-торговли, там, рост либо будет близок к нулю, либо даже в небольшой минус уйдет, по причине того, что, конечно, высокая база этого года, и плюс все факторы давления на потребительский рынок, да, опять же, то, что я уже говорила, и снижение доходов, и рост безработицы, и, что важно, конечно, страдает у нас средний класс, поэтому, возможно, мы увидим, как это отразится в следующем году, но вот уже с 22-го, я думаю, вот этот новый этап развития, он будет актуален. Я вот здесь хотел бы добавить пару слов по онлайн-ритейлу, потому что в чем особенность онлайн-ритейла, если обычный конвенциональный ритейл, для него узким местом является именно потребительский спрос, то есть нету покупателей, соответственно, нечего продавать, то вот для онлайн-ритейла все-таки пока еще узкое место – это логистика, и поэтому логистика требует колоссальных инвестиций, и вот что интересно сейчас именно, я думаю, я насколько понимаю, компании онлайновые сделали, ритейловые компании сделали большие инвестиции именно в развитие логистики, и поэтому мы сейчас можем ждать им вот, ну, понятно, что, скорее всего, в следующем году все-таки у нас будет какая-то стабилизация из-за высокой базы этого года, но вот я думаю, что 22-й год может оказаться очень и очень прорывным для роста онлайн-ритейла именно на новой платформе. А сейчас я хотел бы обратиться к Егору Дорофееву. Егор – партнер нашей компании, который возглавляет складской департамент, и он записал для нас ролик по городской логистике. Если мы будем говорить о городской логистике, то помимо, собственно, растущего интереса арендаторов к таким площадям, о чем мы уже несколько раз говорили, мы отмечаем в первом полугодии рост интереса инвесторов к этому сегменту, причем не только профессиональных инвесторов из складского сегмента, но и инвесторов, и девелоперов из других сегментов, и это, безусловно, будет являться трендом этого года. А теперь мы перейдем к складской недвижимости, и я снова попрошу Таню сделать короткий обзор складского сегмента. Да, склады, пожалуй, такой самый устойчивый сегмент во всех последних событиях наших, потому что, конечно, склады стали такой бум спроса со стороны онлайн-операторов именно в период карантина, потому что понятно, что обороты, объемы заказов резко выросли, и нужно было адаптировать логистическую цепочку. И, соответственно, по индикаторам у нас вакансия, например, если мы говорим про вакансию, то она практически осталась на уровне прошлого года. Незначительный рост совсем, опять же, из-за того, что был спрос, у нас держался спрос. Новое строительство, мы сократили прогноз, который был в начале года, да, понятно, что в текущих условиях все равно какие-то операторы будут оптимизировать свои площади, да, какие-то сегменты того же ритейла, например, да, если продуктовый ритейл активен, он развивается, то какие-то сегменты ритейла все-таки просядут, да, поэтому объем нового строительства по итогам года мы ожидаем в 160 тысяч квадратных метров. Вакансия, скорее всего, останется на том же уровне либо немного сократится, потому что все-таки есть недостаток качественных площадей крупных блоков. И ставка, арендная ставка тоже немного вырастет, там, порядка 2-3% роста мы ожидаем относительно конца прошлого года. Ну, и понятно, что в условиях снижения нового строительства и недостатка качественных площадей сегмент очень сбалансирован и чувствует себя достаточно уверенно. Так, теперь снова мы обратимся к Егору Дорофееву по поводу данных о вакансии. Если мы говорим о вакансии, то, конечно, самым важным фактором является сегментация, то есть из чего состоит весь этот объем ваканских площадей на рынке Московского региона. Мы отмечаем реальный дефицит блоков площадью больше 20 тысяч квадратных метров, что фактически говорит о том, что арендаторы с крупными запросами вынуждены идти на рынок Build2Suit. Ну, а это, в свою очередь, конечно, придает определенную динамику всему сектору, потому что загружает работы и девелопер. И пару слов о драйверах спроса. Если мы говорим про спрос в первом полугодии, то, конечно, лидерами спроса являются онлайн-ретейл, продуктовый ритейл, ритейлеры других сегментов, а также логистические компании. Спасибо, Егор. И мы переходим к последнему сегменту в нашем сегодняшнем обзоре – гостиничной недвижимости. Татьяна? Да, ну, гостиничная недвижимость, у тебя говорила, что ритейл – один из сегментов наиболее пострадавших, да, гостиничная недвижимость, наверное, наиболее пострадавший сегмент недвижимости, да, в силу понятных причин полностью ограничено было передвижение, ограничена работа гостиниц, и восстановление рынка, конечно же, мы ожидаем до конца года, возможно, даже летом, но пока, как мы знаем, границы закрыты, перемещение туристических групп закрыто, ограничено, поэтому сегмент пока еще ждет восстановления. И теперь попросим Марину Смирнову, руководителя нашего гостиничного департамента, прокомментировать гостиничный сегмент. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня у нас речь пойдет о влиянии пандемии на гостиничный сектор. Гостиничный сектор, как известно, так же, как и пассажирские перевозки, туризм, рестораны, торговля и так далее, все то, что связано с перемещениями клиентов и товаров, пострадало достаточно серьезно. При этом кризис, текущий кризис был, в отличие от предыдущих, скорее не навязан или экономическими, чисто экономическими причинами, он был чисто внерыночный и даже несколько политический, поскольку вмешались органы здравоохранения, всемирного здравоохранения, чтобы эту пандемию предотвратить. Соответственно, и последствия этого кризиса были, и особенности течения и последствия этого кризиса были совершенно непредсказуемы и существенно отличались от того, что происходило раньше. Ну, во-первых, можно заметить очень существенное падение загрузки, поскольку это объяснимо, клиенты перестали перемещаться, клиентам в гостиницах не оказалось. С другой стороны, не произошло существенного влияния на среднюю цену продажи. Это тоже объяснимо, потому что раз нет клиента, не с кого бороться, и спрос становится неэластичным. Единственное, что эластичным, спрос оказался в сегменте, который оказывается наиболее чувствительный в таких ценовых войнах это сегменты выше среднего, поскольку клиенты, которые не могут сплатить существенную сумму, они оказываются в гостинице ниже класса, а те, которые могут сплатить дороже, оказываются в гостиницах выше класса. Соответственно, сегменты выше среднего потерял достаточно серьезно больше 25%. В среднем же по России загрузка существенно сократилась, в среднем годовом исчислении чуть выше 30%, зато средняя цена продажи упала достаточно незначительно, что также объясняется нерыночными механизмами кризиса. Спасибо, Марина, и напоследок мы подходим к концу нашего мероприятия. Я хотел бы еще чуть-чуть поговорить о фундаментальных факторах о российской экономике, потому что мы поговорили про глобальные вызовы и про пандемию, но что же у нас происходит собственно с экономикой. А с экономикой у нас происходит очень интересная история. То есть у нас сейчас вышел прогноз Минэкономразвития новый, и собственно новый прогноз был от Oxford Economics. Все похоже, то есть они очень близки между собой, они очень близки по своей сути, однако, однако есть разница, да, разница заключается, пожалуй, в том, разница заключается основная в том, что, допустим, Oxford Economics ожидает более глубокого падения российской экономики в 2020 году, но более быстрого восстановления, более быстрого восстановления, то есть, допустим, минус 6,2 в этом году, плюс 3,5 в следующем году. Но что самое интересное во всей этой истории? Самое интересное, конечно, это инфляция. Таргет по инфляции, который сейчас выставил Центробанк, это 4%, на сегодняшний день прогноз по инфляции на этот год составляет 3,5%, то есть, по сути дела, скорее всего, таргет по инфляции будет достигнут. Естественно, да, естественно, все это сейчас происходит, но вот вы знаете, что я очень люблю всякие картинки вставлять в MarketBit, это все происходит на фоне конституционной реформы. Скорее всего, конституционная реформа, она позволит, в общем-то, ограничивать в дальнейшем социальные расходы государства, то есть, я думаю, что мы будем достаточно плотно, надо быть жить в рамках достаточно строгой бюджетной дисциплины, и поэтому инфляция останется таким самым главным KPI, ключевым показателем для государства, для планирования. И, скорее всего, мы входим в эпоху низкой инфляции. Низкая инфляция, это означает еще и низкие процентные ставки, да, ключевая ставка уже была у нас снижена значительно, скорее всего, уже при как бы пределах для дальнейшего снижения этой ставки, этой ставки нет, но, тем не менее, это, опять же, исторически самый, наверное, низкий уровень вот этой ставки. Да, обратите внимание, частично подтверждает мой тезис вот этот вот пункт, да, государственные расходы, рост государственных расходов в процентах, в этом году он снижается, в следующем году это будет плюс 1%, потом 0,9, 0,7, то есть, государственные расходы растут минимально, да, в то время, как, допустим, потребительские все-таки, хоть и находятся под давлением, да, то вот, то все равно полтора процента в два раза, практически в два, в три раза быстрее растут, чем государственные расходы. Это важно понимать. Кстати, еще что касается потребительских расходов, мы упоминали ритейл, вот теперь представьте, если мы обнуляемся, да, это популярное слово, мы обнулились с вами в этом году, например, да, минус 7,2, зафиксировали, а следующий год у нас потребительские расходы плюс 7 процентов по сравнению с низкой базой этого года. Это идеальное время для того, чтобы, допустим, ритейлерам входить в рынок, да, на волне нового спроса, ну, не то, что нового, на волне растущего спроса и недостаточного предложения. Так, а еще я вот хотел бы поговорить о росте ВВП, вот я сделал специально в этом отчете длинный график роста ВВП с 2004 года, с 2004 года, чтобы посмотреть, как вот этот сегодняшний кризис у нас выглядит. И вот обратите внимание, у нас на самом деле такая четкая шестилетняя цикличность, да, получается. У нас было падение ВВП в 2009 году, следующее, когда в 2015 году через 6 лет, и следующее у нас в 2020 году через 5 лет, ну, собственно, да, чуть-чуть, вот 5-6 лет, это вот наш вот цикл. То есть следующий у нас по большому счету должен, согласно вот этой логике, кризис должен быть где-то в районе 26-го года, вот 26-го, 25-го года. Итак, обратите внимание, что на самом деле, конечно, в 2009 году падение было сильнее, чем у нас сейчас, 6,2, но, тем не менее, и отскок был гораздо быстрее, да, был 4,5, 4,3, то есть у нас четко делится история России, да, первое, до первого кризиса высокие темпы роста, то есть средние темпы роста здесь 5-6 процентов, дальше до второго кризиса у нас где-то в районе 3-х, наверное, 2,5 процентов, да, средние темпы роста, дальше до третьего кризиса у нас меньше 1 процента средние темпы роста, и вот теперь, да, теперь большой вопрос, что нас ждет, что нас ждет впереди. Естественно, официальные прогнозы чуть-чуть более оптимистичны, 3 процента, прогнозы Oxford Economics это 2 где-то процента, но, тем не менее, да, тем не менее мы видим, что вот это вот по этой лесенке мы уже спустились, да, вот сейчас мы находимся в той ситуации, что действительно что-то должно происходить дальше, спускаться по этой лестнице дальше уже некуда, да, нельзя, поэтому, естественно, столько разговоров идет о реформах. Теперь, что касается жилищного строительства и рынка жилья, здесь важно понимать следующее, что этот рынок жилья и жилищное строительство это такая национальная, не только нацпроект, но это национальная идея. Если мы посмотрим за апрель данные, в апреле у нас произошла интересная вещь, у нас очень сильно снизился потребительский долг, то есть люди отдавали больше, чем они брали по потребительским кредитам, но продолжило расти ипотечное кредитование, то есть долг продолжил нарастать. Это, в принципе, хорошая, в общем-то, здоровая тенденция, да, потому что потребительский, именно потребительский долг тянет, в общем-то, домохозяйство вниз, но, с другой стороны, понятно, что сжатие потребительского долга остается, да, ложится нагрузкой на ритейл, то есть это не купленные какие-то товары. Соответственно, вот еще очень важный показатель, это досрочное погашение ипотечных кредитов. Я вот считаю, досрочный, Центробанк публикует раз в квартал эти данные, и я считаю, это как бы процент от суммы долга, вот за квартал, сколько, какой процент от суммы долга был возвращен досрочно. Вот обратите внимание, что, в принципе, мы до сих пор держимся на достаточно таком, ну, здоровом уровне в районе 5%, что такое 5% за квартал, это 20% за год, то есть 1,5 ипотечного долга отдается досрочно в течение года. Это очень хорошо, это гораздо более важный показатель, чем там, допустим, даже процентная ставка или невозврат. Поэтому вот мы следим за этим показателем. Пока мы видим досрочное погашение на таком уровне, да, не стоит бояться кризиса, не стоит бояться долгового кризиса. Вот, собственно, на этом все. Я бы, я хотел бы сказать, что на этом все. Пожалуйста, читайте наш отчет, пожалуйста, читайте наш отчет «Бизнес-барометр», который опубликован на сайте. Пожалуйста, слушайте, подписывайтесь на наши IQ-интервью на канале Кушман и Уэйкфилд. Мы записали несколько интересных IQ-интервью, и вот буквально на днях, например, появится интервью на английском, правда, языке с нашим глобальным футуристом, руководителем всей исследовательской аналитической практики по всей Европе с Эндрю Фипсом. Очень интересное интервью, он много интересного и важного, наверное, для этого рынка рассказал. Пожалуйста, пишите нам свои вопросы, направляйте нам там свои запросы, пожелания по проведению там мероприятий, включению там данных каких-то в отчет. У нас всегда данных гораздо больше, чем они включены в отчет. И последний, наверное, вопрос, меня уже тут спрашивают, почему MarketBit Lite, да, вот мы решили поступить теперь следующим образом. Дело в том, что всегда возникает проблема оперативности, то есть вся информация по разным сегментам, она поступает несколько в разное время. И когда мы начинаем ждать как бы последнюю информацию по одному из сегментов, получается, что мы слишком задерживаем релиз информации, которая была раньше. Поэтому теперь у нас всегда будет выходить MarketBit Lite в первые дни нового квартала, то есть это будет прямо вся информация, которая доступна, все индикаторы, которые доступны на этот день. А потом где-нибудь 20-22 числа, уже месяца, когда будет произведен обмен сделками с компаниями, уважаемыми конкурентами, допустим, какие-то там отчеты придут новые из других источников, уже будет выпускаться полный MarketBit, который, кстати, я, честно говоря, вот здесь у нас с Таней все время спор, Таня как хранитель у нас духа MarketBit меня не поддерживает в этом, но я все-таки хочу полный MarketBit сделать доступным только для клиентов или платных подписчиков. Вот я сейчас в прямом эфире это объявляю, да, Таня, и теперь ты уже не отвертишься, да, вот теперь это прозвучало наконец. Хорошо, Денис, как скажешь. Вот, вот так вот. Ну что, спасибо большое коллеге, спасибо большое Татьяна, благодарю всех участников, которые записали свои видео, всю нашу аналитическую команду, которая помогла нам готовить этот материал, и до новых с вами встреч. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...